Друзья, приветствую! Сергей из Москвы передал образцы масла Роснефть Магдум Рейсинг 540. Значит, у нас баночка со свежим, с отработкой. Масло использовалось в автомобиле Land Rover Discovery 3, значит, с дизельным мотором 2,7, 190 сил, 6,5 литров объем масляной системы, 234,700 общий пробег, пробег на масле 6650 км, средняя скорость очень высокая, 41,9 км, ну и примерно это получается у нас 159 моточасов. Давайте посмотрим, на что похоже данное масло. Данное масло похоже на Роснефть Магдум Рейсинг, совпадение 99,67%. Далее на втором месте ЗИК ТОП 0,40, ну это уже большое отставание, там больше 3,4%. И на третьем месте, обратите внимание, Роснефть тоже Магдум Рейсинг, и видно, что оба масла имеют несколько разную рецептуру. Рецептура менялась опытным путем, списываясь с разными подписчиками, которые предоставляли масла, выяснили, что вот эта верхняя рецептура, это старая, это начало 2023 года, а вот нижняя рецептура с третьей строчки, это у нас конец 2023 года, то есть это более свежая рецептура, видно, отличие сильное. Так, следующий у нас скрин по базам, видно с огромным подрывом, прям вот у Роснефти много пау, я думаю, что все полностью на пау сделано, масло, вот видно, какой пик огромный. На втором месте, значит, Татнефть, Люкс Пау, на третьем Синтек тоже хорошее содержание, ну и далее по убыванию ЗИК ТОП, видите, насколько меньше и Равэ, Хайтек, Синт, РС, на последний, ну, в принципе, я думаю, что Лукойл и Равэ одинаковые уровни имеют, микроны отличают их. Следующий скрин, это у нас пакеты, это у нас субтинемиды, эстеры, ну, здесь просто, блин, король, у нас, получается, Татнефть Люкс Пау, смотрите, и субтинемидов в два раза больше, и эстеров, огромный вот такой пик, вот остальные масла все как-то вот субтинемидом плюс-минус так одинаковые, вот, небольшое, значит, у Синтека, чуть похуже Синтек, но тоже нюансы какие-то. И вот видите, смотрите, значит, по какой-то вот под эстеровый пик, я не уверен, что это эстеры, возможно, что это вот вязки и нафталины как-то тут тоже проявляются в этом диапазоне, вот, но, по крайней мере, Синтек Премиум и Роснефть Магнум Рейсинг, видите, такой небольшой бугорок под эстеровый такой длине волны. Так, далее, значит, данные по свежему маслу, вот я подписал, что это из Москвы, на всякий случай. Так, по окислению видно, что нет здесь эстеров, 7,83, окисление нитрования 6,34, по противоизносному пакету очень-очень здесь очень много, и вот, скажем так, 2,78, фенольных антиокислителей 9 сотых, ну, практически ничего, это погрешность, следы аминных 1,16, хороший уровень, очень, так, щелочное 9,52, напоминаю, что это ГОС для отработки, он дает занижение, кислотное 1,99, ну, с таким пакетом неудивительно, что кислотное будет достаточно высокое, значит, вязкость 14,79, такая сороковочка, нормально, так, далее, это у нас уже отработка, видите, LR диска, диска 3, третье поколение, 6,650, диск топлива, опять прибор не видит, не понимаю, в чем дело, ковыряю, его еще, и обратите внимание, значит, окисление нарастает значительно быстрее, чем нитрование, нитрование практически не изменилось, небольшая просадка, меньше 5% по противоизносным присадкам, отлично работает мотор, на мой взгляд, фенольных, ну, их 9 сотых было, и не стало, а вот самим нами, тут вообще непонятная и загадочная история, 1,16 было, а сейчас 1,53, непонятно, 6,5 литров, наверняка другая канистра была, присутствовала, поэтому, может быть, в этом ответ, 8,29 щелочное, 2,42 кислотное, немножко просила вязкость рабочая, 14,07, на 0,7 с антистокса, и посмотрите, какая низкая сажа, 6 сотых, очень низкая сажа, не знаю, может, экология отключена, вырезана, ну, вот, прям, супер топливное работает, так, сейчас покажу вам, традиционно, как, как выглядеть, просадка по вязкости, да, видно, что масло разжижилось, на первый взгляд, не сильно, 40 очка по времени, занимается, больше времени, чем 30, а тем более 20, стекание, да, кстати, компаратор, такой доступен для заказа, ссылочка в описании, на авито, можно заказать с доставкой, так, ну, видим, да, ничего криминального и критического, такое, рабочее разжижение, хотя, очень высокая средняя скорость, ну, средняя, почти 42 км в час, и вот такой прогноз, прогноз, просто фантастический, хочу обратить внимание, именно на оксиды азота, это вот, средние, прямоугольники, красные, посмотрите, прогноз по оксидам азота, почти 2000 моточасов, это очень много, обычно дизеля, там, хорошо работающие, до полторы, но здесь, именно, вот, нарастание нитрования, и нитрование, прям, очень медленно нарастает, мне кажется, с этим, именно, и связан такой прогноз, вообще, сказочный, 650 моточасов, именно с этим, ну, во-первых, это полнодольник, так, кстати, не забывайте, поставить лайк, дизлайк, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, во-первых, это, конечно, полнодольник, достаточно такой, с большим запасом, мощным, нейтрализующих свойств, но еще и, азотирование, вот здесь происходит, очень медленно, а, по опыту могу сказать, что, это очень сильно прибивает масло, токсиды азота, очень сильно влияют, и сокращают ресурс, масло, вот, возможно, здесь, в этом, и кроется, загадка, разгадка, секрета такого, фантастического, повторюсь, прогноза, и, опять же, значит, по прогнозу, снизу, вот, полочка, вы видели, видно, насколько, насколько, сильнее окисление, а окисление, это, значит, больше воздуха, меньше топлива, может быть, ну, вряд ли это форсунки, может быть, может быть, я вот так подумал, может быть, это НВД, плохо качает, как-то, не создает максимального давления, уже, поэтому, как будто забеднено, слегка, ну, тогда и объясним, почему нету, значит, дизтоплива, хотя, должно быть, уже тогда, получается, на обидной смеси, должно быть загущение, а тут мы видим, что есть небольшое разжижение, такое рабочее, скажем так, ничего вообще, абсолютно криминально, нормальное, вот, и, не знаю, может, уже здесь, и приехал, полимерный загуститель, вот, и все, оно наложилось, с одной стороны загустелось, с другой стороны, порушился загуститель, и вот, результат, ну, в любом случае, спасибо, Сергей, за предоставленные образцы, за поддержку канала, всем, кто посмотрел данное видео, спасибо тоже, желаю всем удачи, здоровья, берегите себя и близких, всем мира, увидимся в следующих видео, пока.